Привет, друзья, вы на нем Сейдер, я Александр Кушнарь. Вечер 11 мая, и у нас опять же хорошие новости от Генштабового суд по Харьковской области. Там вооруженные силы Украины сегодня освободили еще один населенный пункт под названием Питомник. Он находится к северу от русской лозовой стратегического пункта близ Харькова, и именно взятие этого пункта привело к тому, что посыпался вообще весь Харьковский фронт русских оккупантов, которые начали после этого стремительно терять силу, а ВСУ наоборот пошли сразу по всему оперативному участку в Харьковской области, начав вытеснять русских захватчиков к российской границе. И несмотря на то, что Питомник это просто один населенный пункт из многих, которые за последнее время освободили ВСУ, нужно понимать, что это часть большой оперативной операции вооруженных сил Украины, которые отнюдь не по отдельным пунктам освобождают Харьковскую область, а они идут именно, как я уже сказал, всем фронтом. Так что тот факт, что сегодня был освобожден Питомник, означает, что на самом деле мы имеем дело с продолжением тенденции по деоккупации Харьковщины. И вот уже видны реальные результаты, когда харьковские власти объявляют о том, что Харьков практически перестал обстреливаться русской артиллерией, потому что ее оттеснили по всем направлениям на такое расстояние, с которым уже практически ни один снаряд не может достать даже до пригорода Харькова. И, соответственно, снаряды, если и падают, то в основном в селах рядом с областным центром. Разумеется, я не нахожусь в Харькове и не могу независимо проверить эту информацию, ну и ожидаю, что те, кто сейчас проживают в Харькове и в селах, которые находятся рядом с ним, напишут в комментариях, что же на самом деле там происходит. Ну, я рассчитываю на то, что официальным заявлением местных властей доверять можно. И тут я вспоминаю один из комментариев как раз под одним из моих ранних роликов на тему освобождения Харьковщины, где некий, я даже не знаю кто, то ли тролль, то ли, может быть, искренне здесь сложно проверить, написал, что, мол, я ошибаюсь, говоря о том, что были освобождены такие-то, такие-то села к северу от Харькова, мол, там и не находились на самом деле никогда русские захватчики. И вот это были первые три села, которые в СССР освободили, это было еще три недели назад. И вот я хочу сейчас задать вопрос этому человеку, кто бы он ни был. Вот теперь, что он скажет, когда реально весь Харьковский фронт русских оккупантов посыпался, когда выяснилось, что действительно русские оккупанты находились на практически вот всей территории, к северу и к северо-востоку от Харькова, и что действительно тогда в СССР именно освободили эти села, а не просто так зашли в некую серую зону. Так что нечего мне, вам, господин, я уж не знаю кто, искренне или пригожински объяснять, мол, как мне надо делать свою работу. А меня тогда обвинили в непрофессионализме. Так что я всегда свою информацию проверяю, сверяю ее и с официальными источниками в высшем военном руководстве Украины. Ну и, естественно, слежу за многочисленной оперативной информацией, которую дают в том числе и батальоны Украины, непосредственно участвующие в этих военных операциях. Так что все, о чем мы с вами и говорили, вот о том тренде на освобождение Харьковской области, пока что не просто реализуется, а реализуется с каждым днем все интенсивнее. И вот это все, на самом деле, показывает, какое же чудовищное поражение терпит Кремль. То есть он проиграл в первой фазе, но теперь проигрывает и во второй, несмотря на то, что сконцентрировал практически все свои боеспособные силы, которые остались после того, как были разгромлены эти силы в рамках первой фазы. То есть это, на самом деле, последний шанс Путина. Если он сейчас начнет терять те регионы, которые он считал успешно захваченными в Украине, то, конечно, каждый такой шаг будет приближать его к концу. Каким бы ни был этот конец, и об этом еще стоит поговорить отдельно. Потому что вот уже и глава нацразведки США Эврил Хейнс говорит о том, что Владимир Путин, когда он потерпит поражение в Украине, может применить тактическое ядерное оружие по Украине. При том, что оно, на самом деле, опять же, не переломнет никаким образом ход боевых действий. Потому что тактическое ядерное оружие будет применено, на самом деле, не по украинским военным, они рассеяны. Там нет, как так вы, концентрированной группировки. То есть, если куда Путин и ударит, то это, опять же, будут жилые кварталы украинцев. Ну а то, что будет с Путиным и с Россией после этого, замгоссекретаря Виктория Нулунт уже четко объяснила, что Россия заплатит астрономическую цену. А, соответственно, как минимум нынешнее поколение России, Россия как страна и государство, российское руководство не оправится от того удара, который последует в качестве возмездия со стороны всего цивилизованного мира. Речь идет, очевидно, и о физическом ударе, но и о тотальном немедленном нефтегазовом эмбарго. Поэтому Путин, конечно, будет перед очень серьезной дилеммой и, собственно говоря, вот это освобождение Харьковской области, которое сейчас у нас на глазах происходит, это и есть то самое предзнаменование, которое уже сейчас должно заставить Путина задуматься о том, как он будет выходить из этой ловушки. А то, что Путин в ловушке, понимают и, между прочим, американский президент Джо Байден, когда сказал, что на самом деле он не может понять, а как же, собственно говоря, Путин будет выбираться вот из этой западней, поскольку его положение на фронте с каждым днем ухудшается. И Путин должен отступать, но в то же время он не может потерять лицо и не может признать поражение. То есть он оказывается вот той самой крысой, загнанной в угол. И Байден говорит, что я не понимаю, что тогда будет делать Путин, и меня, говорит Байден, это беспокоит. Почему Байдена это беспокоит, совершенно понятно, потому что Байден прекрасно понимает, что Путин, который не умеет отступать и признавать свое поражение, начнет применять оружие судного дня. Тактическое, то есть стратегическое ядерное оружие. И, соответственно, сейчас в американской администрации думают еще и об этом. Что делать с Путиным, и что будет делать сам Путин, когда он потерпит поражение. То есть все-таки российская пропаганда решит облечь поражение Путина в некую победу, сообщив о том, что Украина не вступает в НАТО, а именно якобы и в этом состоял как раз цель захватнической российской кампании. Или Владимир Путин может просто дать отмашку на ядерный конфликт. На самом деле сейчас все варианты открыты, а от Путина, естественно, можно ожидать всего и психологически, конечно, он готов к применению оружия массового поражения. Вот такие мысли у меня рождаются, когда я смотрю, как ВСУ уже сейчас начали осуществлять реальную контрнаступательную операцию. Почему ВСУ это получается делать, нам уже объяснила заместитель министра обороны Украины Анна Моляр, рассказав о том, что западное оружие, которое было передано недавно, в том числе американцами, уже на фронте, и это, конечно, в первую очередь гаубицы. Гаубицы, в видеоработок которых именно с фронта уже приходит нам, и мы видим очень успешные результаты, и очевидно, что эти гаубицы работают и в Харьковской области. Этим объясняется, почему русские сейчас там отступают. По данным Генштаба ВСУ, сейчас россияне в Харьковской области, на тех территориях, которые они все еще формально занимают, точнее оккупируют, переходят, по крайней мере, к обороне, если не бегут. Вот такая история. То есть, вроде как Путин приказывает своим войскам наступать, вместо этого они в лучшем случае держат оборону, в худшем случае бегут. Обратите внимание, инверсия, все наоборот, позиции сторон меняются. Теперь ВСУ идут в наступление. И то, что ВСУ успешно наступают, очевидно, по таким, например, признакам, как сегодняшний успешный инцидент. ВСУ сбили вертолет под Изюмом. И почему это очень значимо? То есть, не само по себе сбитие очередного вертолета, потому что ВСУ сбили за все время полномасштабного вторжения России в Украину уже порядка 160 боевых вертолетов, по крайней мере, по данным украинских властей. Здесь важно другое. То, что этот вертолет был сбит в глубоком тылу противника. Потому что в Изюме сосредоточена одна из самых мощных группировок России, которая при этом сейчас еще и пополняется. Но она не может, как мы видим, наступать. Хотя она, в принципе, изначально была предназначена для наступления с целью дальнейшего окружения украинцев на Донбассе. Но ведь мы видим, что украинские военные еще и лупят по военной группировке под Изюмом. И тот факт, что сбит вертолет, причем сбит он был, насколько можно понять, с помощью ПЗРК, показывает, что украинские диверсанты действуют на территории, где самое большое количество российских войск в сравнении с остальными участками вообще всего Восточного фронта. И, естественно, это показывает, что русские уже не могут чувствовать себя в безопасности практически нигде на передовой. И это говорит о том, что не ровен час и изюмская русская группировка будет окружена. Они сами попадутся в ту ловушку, которую пытались уготовить для украинских военных на Донбассе. И все это, конечно, показывает, что цель украинских властей по полной деоккупации Украины действительно становится все ближе. Вот сегодня и Министерство обороны Украины объявило официально, что вооруженные силы будут бороться до освобождения всей украинской территории в международно признанных границах. То есть они будут деоккупировать и оккупированы с 2014 года районы Донбасса и, естественно, Крым. И недавно глава МИД Украины Дмитрий Кулебов говорил ровно о том же самом, что если недавно, около месяца назад, украинские власти думали о том, что в лучшем случае им удастся отторгнуть русские войска на границе, где они находились до полномасштабного нападения России на Украину, то есть до 24 февраля 2022 года, то теперь у украинских властей созрело понимание того, что нужно освобождать всю территорию. Почему произошла такая вот трансформация, совершенно очевидно, потому что наконец-то американские и европейские власти, и не только власть этих стран, но и их союзники, то есть в принципе все страны G7 наконец откликнулись на призывы украинских военных дать ВСУ тяжелое наступательное вооружение, ну а американцы еще и ленд-лиз для Украины организовали. Вот мы видим, как идут в Украину тяжелые вооружения типа самоходных артиллерийских установок, типа гаубиц, дронов-камикадзе, бронемашин, пехоты и бронетранспортеров, ну и так далее и тому подобное. Впереди для украинцев и такие вооружения, как F-16, как A-10, как ракетные вооружения типа М-270 и Хаймерс, ну и другие наступательные ударные вооружения, о которых раньше мечтать было невозможно. И обратите внимание, это очень важно, украинские власти больше не говорят о том, что им нужно. Они больше не бегают по миру с протянутой рукой и не просят дать им истребителей, танки, ракетные вооружения, современные системы ПВО. Почему? Да потому что на самом деле все эти системы им уже согласились дать и вот уже дают, и вот уже эти системы находятся в работе. Обратите внимание, что буквально месяц прошел с момента, когда Байден подписал документ о передаче украинцам тех же гаубиц, и вот уже эти гаубицы в работе на фронте. То есть, получается, американцы успели перебросить эти гаубицы на территорию третьей страны, обучили там почти 400 украинских военных по управлению этими гаубицами, затем перебросили эти гаубицы в Украину на ее западную территорию, и затем с этой западной территории эти гаубицы были переброшены уже непосредственно на Восточный фронт. Вот это все заняло около месяца. Это очень быстро, на самом деле, учитывая, что идет война. И это означает, что на самом деле, такими же темпами будут передаваться украинцам и другие тяжелые вооружения, а украинские военные будут осваивать их ровно с такой же скоростью, как и освоили они вот эти гаубицы. И все это происходит в условиях непрекращающихся ракетных ударов. Ударов, которые по официальным заявлениям Министерства обороны России преследуют подрыв железных дорог и прочей соответствующей транспортной инфраструктуры Украины, для того, чтобы Украина не могла перебрасывать вот эти самые передовые вооружения на фронт. Как видим, эти ракетные удары России не мешают украинцам перебрасывать тяжелое наступательное оружие, которое они получают от Америки и других стран, на передовую. И это показывает, что попытки России подорвать транспортную инфраструктуру Украины, через которую перебрасываются западные вооружения на фронт, попытки уничтожить склады с этими самыми вооружениями и склады с боеприпасами к этим вооружениям терпят фиаско. Таким образом, мы видим, как Россия проигрывает военные сражения. Но проигрывает она, похоже, и экономическое сражение, потому что в условиях, когда Европа вот-вот примет наконец-то нефтяной эмбарго против России, постепенно готовятся и условия для применения против России газового эмбарго. И вот, например, Болгария, как стало известно сегодня, договорилась с компаниями из Соединенных Штатов о поставках сжиженного газа вместо российского. И очевидно, что аналогичные переговоры с альтернативными поставщиками газа по всему миру ведут и другие страны Европы. И мы видим, что первые успехи в этом направлении у целого ряда европейских стран уже и есть. И то, что этот успех есть у Болгарии, страны, которая до недавнего времени на самом деле считалась очень дружественной к России, это очень хороший и очень показательный эпизод. Эпизод, который демонстрирует, что Европа на самом деле действительно в течение нескольких лет избавится не только от российской нефти, а от российского нефти, естественно, Европа откажется уже до конца этого года, но и от российского голубого топлива, избавиться от которого для Европы, конечно, тяжелее, чем избавиться от черного золота России. Спасибо, друзья, за то, что остаетесь с нами. Поддержите украинскую армию через те ссылки, которые я даю в описании к этому видео. Спецсчет Национального Банка Украины и организацию Вернижевы. Там же вы найдете и ссылки на Paypal, Patreon, банковский счет и другие ресурсы, через которые вы можете поддержать наш канал. Я бесконечно благодарен тем, кто помогает нам. Благодаря вам мы делаем эти материалы и повышаем их качество. Мира и здоровья вам! До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok